Начисления за жилищно-коммунальные услуги вызывают наибольшее количество вопросов у якутян. По какому принципу производится расчет? Насколько прозрачна эта система? На эти и другие вопросы в течение месяца все желающие жители и гости столицы смогут получить ответ и индивидуальную консультацию. В Якутске стартует акция «Все о квартплате». Юлия Великодная подробнее о предстоящем мероприятии. Как рассчитывается плата за жилищно-коммунальные услуги? Что должно быть указано в квитанции и о возможностях личного кабинета портала «Электронная ЖКХ»? На эти вопросы специалисты начнут отвечать уже завтра. Ну а как сделать платежи прозрачными и поступление средств своевременными в ресурсоснабжающие компании? Ответ на этот вопрос известен уже сейчас при помощи электронного сервиса «Дом онлайн». Они могут провести общее собрание собственников жилья и протоколе зафиксировать, что мы хотим перейти на работу в государственную систему. Соответственно, управляющая компания, получая такой протокол, уже будет предпринимать какие-то действия и отчитываться перед самими жильцами. Также жилец может обратиться с личным заявлением. Многие жители республики оплачивают коммунальные услуги, не выходя из дома. Но клиентам управляющих компаний, которые еще не заключили договор с системой «Дом онлайн», по-прежнему приходится стоять в очереди. А вы что-нибудь слышали о системе «Дом онлайн», которая платит через интернет? Ой, нет. Я девушка в этом деле не разбираюсь и не слышу. Да, я слышала. И пытались зайти посмотреть на этот сайт «Дом онлайн»? Нет, не пыталась, честно говоря. На сегодняшний день около 250 управляющих компаний зарегистрированы в системе «Дом онлайн». Одна из причин, по которой другие компании не переходят на эту систему, это большой объем данных, которые необходимо перенести в новое программное обеспечение. Или же консервативный взгляд на систему, в которой работали много лет и когда-то заплатили деньги за ее покупку. Стоит отметить, что для УК и ТСЖ система «Дом онлайн» предоставляется бесплатно. У меня выходит моя сумма и при нажатии на кнопку «Оплатить» я перейду на банк. Абсолютно такой же платежный документ вам выдают на кассе. То есть, если вы хотите, то можете дома распечатать этот платежный документ. Ну а традиционная индексация тарифов на услуги ЖКХ произойдет 1 июля. Некоторым семьям предусмотрена помощь в виде скидки на коммунальные платежи. Узнать о ее сумме и о перечне документов можно, обратившись в территориальную службу или МФЦ. Люди должны будут подойти, проверить себя, меняется прожиточный минимум, меняются у гражданина условия проживания. Возможно, если даже раньше он не получал субсидии, то, возможно, с этого периода у него получится субсидия. Индивидуальную консультацию для жителей Якутска будут ввести специалисты расчетно-билингового центра и агентства субсидий до 15 июля по адресу Курашова 1-1 и Ленина 15А. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.